МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Первые звонки 2 сентября. В России начался новый учебный год. День знаний и милосердия. Чебоксары присоединились ко всероссийской благотворительной акции. Лед. Круглый год. Региональный центр по хоккею готов на 65%. Учебный год в Чебоксарах стартовал с открытия инновационной школы. В столичном микрорайоне Волжский 3 начал работу новый корпус 5-й гимназии. Об уроках в современной цифровой среде и умных пространствах мой коллега Дмитрий Ковалев. Громче встречайте 1-й П. Классный руководитель Белова Олеся Владимировна. Их встречают словно звезд на кинофестивале. Только красной ковровой дорожки не хватает. Первоклассников осыпают бурными овациями. Четвертый Н, третий О, второй К, первый С. Чтобы найти свой класс, ребятам нужно было еще постараться. Собрать в одном месте всех принятых в новую школу учеников настоящая проблема. Решение нашли. В День знаний здесь провели сразу две праздничные линейки. В наших руках ключ к счастью. Но счастье люди создают сами. И мы не просто сегодня зайдем в школу. Мы зайдем в школу, которую построили вместе. Вместе мы мечтали. Счастье, Михаил Васильевич, зависит и от очень грамотной стратегической политики. Новый корпус гимназии номер 5 возвели за полтора года. Рекордные сроки для масштабного проекта, который должен решить проблему загруженности школ. Многие ребята, проживающие в этом микрорайоне, обучались во вторую смену. Здесь создали более тысячи мест. В первые классы приняли сразу 300 учеников. Вы идете в школу с радостью или как? Учиться в родине? Да. Здесь будут изучать углублено науку. Для этого в школе оборудовали современные лаборатории. Глава региона отметил, что гимназии необходимо выстраивать тесную связь с местными вузами. Они, студенты могут работать, ученики могут работать. Они потому что университет получают напрямую от работодателя заказ. Мы можем от работодателя тоже. Они не каждую школу не могут. Они нужны потому что уже студенты. А исходя из этого вы уже в том числе можете участвовать. В каждом классе интерактивные панели. Любой урок связаться с МКС, с интернетом. То есть можно все посмотреть, пожалуйста. Интерактивная панель. Я смотрю прям практически. Да, можно за студенты. Да, в каждом классе практически. Швейный и токарный цеха. И даже медиа-студия школы. Ребятам уже под силу снять документальное кино. Ваш продукт труда где здесь? Вот это один из наших последних проектов. Мы сняли это как раз к открытию. И послушали наш проект. Ваши творческие работы. Успехов Михаил Игнатьев пожелал и футбольной команде гимназии. Ребята уже начали тренироваться на новой спортивной площадке. Рядом возвели оздоровительный комплекс с бассейнами и танцевальными залами. Ученики готовятся к ежегодному балу. Глава республики отметил, что в рамках национального проекта в регионе будут развивать доступную образовательную среду. Мы в реальности убедились в том, что пошагово вводим одну школу за вторую. Кроме этого мы должны капитально отремонтировать те школы, где еще руки не дошли. Поэтому 71 образовательную школу мы капитально будем отремонтировать. Мы утверждаем свои государственные программы и выполняем. И уже на следующий год намечено открытие школы в микрорайоне Новый город. Ребят, обучающихся во вторую смену, в столице региона станет еще меньше. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. В 28 школах республики, к примеру, Аликовской, Батревской и Шумерлинской, начало учебного года отметили традиционно 1 сентября. Сообщил министр образования Чувашии Сергей Кудряшов сегодня на еженедельном совещании правительства. В этом учебном году начались занятия в ряде новых учебных заведений. В Ядрине открылась начальная школа. Она позволит разгрузить школу номер 3. Ее ученики смогут перейти на учебу в одну смену. После реконструкции учебный год начался и в новом корпусе Чебоксарской средней школы номер 61. Он рассчитан на 500 мест. Глава Чувашия Михаил Игнатьев поинтересовался, как обстоят дела с педагогическими кадрами. На начало августа было у нас 456 вакансий. Пришло 300 молодых педагогов. Многие педагоги будут, особенно малокомплектно, работать по совмещенной системе. То есть будут ввести несколько предметов. В целом все образовательные учреждения обкультованы педагогическими кадрами. Республика продолжит создавать условия, чтобы выпускники педагогических вузов шли в школы, отметил Михаил Игнатьев. Так, в рамках регионального проекта «Учитель будущего национального проекта образования» в Чувашии создадут два центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. Молодые учителя в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. В Чувашию приехали учиться из шести регионов Приволжья. Накануне заезда кадет Приволжский корпус имени Героя Советского Союза Кочтова посетил глава республики. Там сейчас строится ледовый центр и завершается подготовка спортивного ядра. Пока на улице устанавливают бордюры, внутри выравнивают грунт, чтобы начать укладывать 27 километров труб. Они будут работать в системе холодильного оборудования. Ледовый центр возвели на месте оврага, поэтому землю пришлось тщательно готовить. Много, наоборот, завозили. Около 12 тысяч лет завезли. Тон, да. Тон? Да. Грунта, морежного песка. Большой контярик, все-таки были, его будем сейчас снимать. Уже начали вертикальную планировку. В последующий день начинаем забивать уже основание дороги под бетончиком. По проекту запланированы крытая ледовая арена и трибуны на 300 зрителей. Раздевалки для хоккеистов с душевыми и сушильными помещениями. Тренажерный зал с видом на лес. Заниматься здесь будут любительские хоккейные команды «Чебоксар» в расписании тренировки матчиного «Чебоксарского сокола», детской команды по слэдж-хоккею и массовое катание. На базе центра планируют проводить республиканские соревнования между школьными хоккейными командами. Поэтому потребуется обширная парковка. А по 50 машин? Тогда, если там не будет хватать, соответственно, но вот автобусы, говорит, у США, школьники будут приезжать, какие-то мероприятия. Но здесь место есть, я не знаю, под что предусмотрено было, тогда надо отдельную парковку, отдельно здесь надо спланировать. Оттуда вот с въездом, вот где машины стоят, допустим, и здесь хотя бы на 20-30 автомашин получится. Где-то какие-то кустарники можно сходить. А задачи вы у вас не найдете, комплексные, вы должны подходить. Это спортивный объект. Открыть спортивное сооружение планируют весной будущего года. А вот сроки окончания работ на спортивном ядре при кадетском корпусе немного сдвинулись из-за плохой погоды. Искусственный газон и крошку укладывали в первый день сентября. Надо следить, чтобы слой нормально был. Особенно если крошки никаких, клеив крошкой и укладываешь полноматиком все. Спортивные условия для кадет, которые уже добиваются успехов. Этим летом воспитанники корпуса стали победителями первой смены юнормейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1». Сложно было преодолевать всякие трудности вместе с командой. Там футбол, волейбол, метание граната, эстафета. Все это нам давалось очень легко. Со всей командой, защищавшей честь республики на Приволжских соревнованиях, официальные лица встретились за круглым столом. Вот эти созданные условия вы должны использовать максимально для себя, для самореализации. Пока вы кадеты, это вообще образовательное учреждение, а дальше там судьба поведет вас и высшие учебные заведения, Министерство обороны Российской Федерации. Родину ведь кто-то должен защищать. И воздушное пространство, и водное пространство, и границы надо охранять. Сейчас ребята готовятся к очередным соревнованиям. Этой осенью Чувашский кадетский корпус примет Спартакиаду ПФО. Состязания кадет-приволжья начнутся в 10-х числах октября. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Порядка 170 новых школ открылись в сентябре по всей России. Еще 200 планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Это сообщил сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев на селекторном совещании с главами регионов. На создание новых мест, приведение школ в порядок, ликвидацию третьей смены, потому что третья смена наиболее неблагополучная с точки зрения образования на строительство школ в сельской местности. В бюджете с 2016 по 2021 год на условиях софинансирования регионам были предусмотрены значительные средства. Ну и сейчас, естественно, предусмотрено около 200 миллиардов рублей. За счет них уже появилось выше 155 тысяч новых мест. Масштабная стройка развернута в рамках нацпроекта образования. В нашем регионе благодаря госпрограмме развития образования Чувашской республики до 2025 года планируют построить и реконструировать 21 школу на 11 тысяч 500 мест. Чтобы сократить очередь в детские сады, в этом году в республике планируют открыть 16 дошкольных учреждений. 10 в Чебоксарах, по одному в Комсомольском, Чебоксарском, Цивильском районах и в Канаше, два в Новочебоксарске. Сегодня первые звонки прозвенели не только в школах, но и в других учреждениях, где есть дети. В республиканском противотуперкулезном диспансере устроили настоящий праздник для тех, кто пока не может пойти в школу по месту жительства. Ирина. Имя девочки изменено. Немного волнуется, пока надевает школьную форму. Она сегодня первоклассница. Косичку ей заплетает воспитатель. Девочку в такой важный день не провожают на линейку родители. Она, как и другие ребята здесь, проходит лечение. Звонок прозвенел. Начинается новый этап в жизни каждого школьника. На линейке дети разных возрастов в детском отделении противотуперкулезного диспансера. Одни проходят серьезную диагностику, другие получают лечение. И это может продолжаться от месяца до года. Но учебу никто не бросает. Учителя делают все, чтобы дети не отставали от школьной программы. Трудностей много. Дело в том, что дети со всей республики. И в каждой школе может быть своя программа. Кто-то по учебнику Веленкина, кто-то по учебнику Шарыгина. В общем-то, получается иногда даже так, что пять человек и все пять учеников по разным учебникам занимаются. Вот приспосабливаемся, подходим к каждому, объясняем. В общем, как можем так стараемся, хотим помочь. Иногда, конечно, может быть, даже завышаем оценки для того, чтобы поднять настроение, чтобы был интерес к урокам, чтобы они чувствовали, что что-то могут. В общем, так вот относимся с большим-большим уважением и с любовью. В детском отделении свой режим. Лечение, учеба, но и развлечение никто не отменял. Есть театр, развивающий занятия для детей помладше, совместные прогулки и игры на свежем воздухе. У нас отделение рассчитано на 42 койки. И к первому сентября мы сняли диагноз у 15 детей. И вчера буквально 15 человек пошли домой и пошли в обычные школы. И встретили первый сентября со своими школьными друзьями. Но так как болезнь – это болезнь, и некоторые детки еще нуждаются в дообследовании, некоторые влечения. У нас остались детки в отделении, и для них мы устроили вот этот прекрасный праздник. Но в основном наши детки в первую очередь находятся на диагностике. И заболеваемость детей в Чувашской республике ниже, чем в Приволжском федеральном округе, и в Российской Федерации в целом. Поэтому отделение в первую очередь назначено для диагностики туберкулеза. И чаще всего этот диагноз не подтверждается. К новому учебному году российский детский фонд в Чувашии установил новую прогулочную веранду. Теперь дышать свежим воздухом ребята смогут в любую погоду. А это так важно для здоровья. Дальше администрация диспансера планирует заняться озеленением территории. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Семь лет назад эту акцию придумал преподаватель Московского лицея. Сейчас в ней участвуют все школы страны. Дети вместо цветов – благотворительный проект, в котором помогают больным детям. Свою лепту внесли и школьники-чуваши. Десятилетнему Саше из Алатыри нужен аспиратор, чтобы дышать. А 14-летнего Женю от приступов могут спасти только зарубежные лекарства. В первом случае цена вопроса – 17 тысяч рублей. Во втором – 21. Букет цветов к первому сентября стоит в среднем 600 рублей. 30 букетов – и проблема маленького Саши решена. Помочь ему и другим детям попытались в 50-й чебоксарской школе. Букеты собраны по цветочкам, а также приведутся нашего глаза. Надеюсь, им станет легче. Они смогут гулять на улице, как и мы, с другими друзьями. Это добро к нам вернется потом померангом. Можем помочь будто самим себе, потому что мы – это те же они. Она помогает больным детям выздороветь и дает им надежду на здоровое будущее. Передать теплые слова заботы и поддержки решил лично каждый школьник. На бумажных ладошках ребята написали свои пожелания. В акции «Дети вместо цветов» этот класс участвует с момента ее появления в республике. Три года назад поддержать идею предложили сами родители. В этом году к акции подключились 120 классов Чувашии. В два раза больше, чем в прошлом. Если мы с первого класса каждый год потихонечку рассказываем о том, что надо делать добрые дела, ребенок вырастает, ну, каким-то, наверное, ответственным гражданином. Ребенок это запомнит. Ребенок просто будет понимать, что у него есть праздник, и он может в этот праздник поделиться праздником с незречим больным ребенком. Этой акцией фонд планирует помочь 22 детям республики жить без страданий и боли. Для этого нужно собрать 900 тысяч рублей. Помочь закрыть сбор можно на сайте фонда. Субтитры сделал DimaTorzok